Так, всем доброго здоровья, доброго утра, мы приехали в Бор, какой-то заказник колундинский, и вот, значит, первый гриб, слава богу, ну что, идем собирать дальше, почему, потому что в это, смотрим, там уже какие-то машины стоят, так что нам тоже нужно быстро сделать норму. Столько груздей, прямо кучки, кучка, вот, ну какие-то старые, вот, ну их много, прямо много, ну грузди, простите, мы приехали не за вами, сейчас, солнышко, сегодня солнечный день, но довольно свежо. Ну, стали попадаться грибы, наверное, дошли до того места, где особо никто не был, вот такой, ну, большой, видно, что большой такой. Так, родненькие, чисто белые грибы, за час двенадцать. За час двенадцать? Да, насобирали. Ну, удобно. Правильно гласили, пословица, чем дальше в лес, тем больше грибов. Так, ну, тут что-то наши друзья, друзья, товарищи, тоже насобирали. Сейчас, это как их надо высыпать-то, аккуратно же? Так. А здесь драже. Я не знаю, где грибы искать. Идёшь, 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 идёшь тут. Прямо на дороге. Такой, хорошенький. Миленький, родненький. Немножко мы отъехали, поглубже. Поменяли место дислокации, то есть, вёдра первые набрали, сейчас второй заход. Главный охотник, Алексей. Да ладно, тут охотничек хватает. Видит даже то, что не видят другие с инфракрасным зрением. Это другого охотника нет. Ох, ещё один. Какой хорошенький. Крепушонок какой, да? Какой миленький, да. Бутылки везде валяются. Там где один, там и второй. Да, вот бутылки, это плохо. Вот кулик туда кидает, зачем? Какие-то мхи интересные. Такие даже раньше не видела. Прикольненькие. Ну, всё, собрались, поехали. Находились. Красиво. Как бы вроде, да, но ты неправильно. То есть, есть там, как ты говоришь, что-то образование, образование, мы можем... Окошко открыли, ещё напоследок подышать. Мы ему говорим, что надо вот так-то сделать. И вот мы спорим, а, кажется, суть-то одна. Песчаная такая почва, прям песок. И вот мы стоим, покажем другу, что мы все правы. Все терпим, и мы все правы. Суть-то одна, по-разному говорится. Бывает такое понятие антиномия. Это говорит о том, что одинаково доказуемое, как... Возвращаемся домой. Такая тут деревенька, небольшенькая. Название какое? Трубочево. Небольшая речушка. Ну, что-то даже названия нету. Домов немного, но есть жилые. А это детей вроде возят в Шарчин отсюда на автобусе. Но у них вот дорога хоть есть. У нас такого нету. Ну, вот, слава богу, мы и дома. Наша добыча. Значит, теперь самый, наверное, неинтересный процесс. Процесс переработки. Ну, а куда деваться? Значит, собрали вот это белые грибы. Тут маховики еще. Вот такие крупные мы сейчас их чуть-чуть протрем. Порежем и в морозилочку спрячем. Зимой будем доставать. Суп там, естественно, поделимся с кем-то, угостим. Вот. А мелкие вот такие. Ну, вот, такие вот интересненькие. Замаринуем. Вот, говорят, есть рецепт очень вкусный. Их тоже маринуют прям. Вот такие штучки. Кто-то еще сушит. Ну, сушилки у нас нету. Ну, как бы, можно. Можно и посушить, можно и не сушить. И я думаю, что, слава богу, в этом году грибов много. Грибов хватит всем, каждому. Вот, мы насобирали. Завтра кто-нибудь поедет и соберет там свои грибы. Вот. А я думаю, нам достаточно. В Бор мы больше не поедем. Будем еще тут по своим околочкам иногда наведываться, проведывать. Вот. Почему? Потому что в наших околочках тоже грибочки пошли. Так что, все. Не ленитесь. Собирайте. И слава богу, что Господь вот такое чудо дал. Как бы это, не знаю, к царству растений даже, по-моему, не относится там. Какой-то отдельный вид вообще, да? По-моему. Вот. Ни овощ, ни фрукт. Неведомо. Зверушка. Вот. Ну, все. Начинаем работать. Господи, благослови. Субтитры сделал DimaTorzok